Всем привет! Могу сказать честно, ждал этого видео, точнее, возможность снять это видео больше года. В свое время, когда я только собирался приобретать свой первый карабин, я смотрел все, что есть в интернете на предмет компенсаторов, которые можно было бы на него поставить. И наилучшие отзывы, а также по видео, то, что мне больше всего понравилось, это был компенсатор ПШ-7 от фирмы LOD. Ну, или лаборатория оружейного тюнинга, другими словами. К сожалению, на тот момент в наличии их не было, партия только изготавливалась, потом она была расписана по предварительным заказам, после этого они начали модифицировать компенсатор, а потом я уже, что называется, приобрел другой. И связано это было с тем, что то, что они производили до этого, компенсатор ПШ-7, он шел под резьбу на садьбу, под 24-ю резьбу. На АКМе, ну или на 136-м випре, который лежит на столе, здесь резьба 14х1 левая, соответственно, установка компенсатора под 24-ю резьбу, это, конечно, возможно, но оно будет идти с переходником, соответственно, все вытекающие проблемы в плане образования люфтов, возможного прокручивания компенсатора, поскольку уже вот этот вот гнеток, ограничивающий его, скажем так, прокручивание, он уже едва будет цеплять сам компенсатор. Ну, в общем, целый ряд нюансов. И вот, наконец-то, лот выпускает компенсатор ПШ-7М, и буквально из первой партии мне достался экземпляр. Мы провели, могу сразу сказать, тесты, ну, не такие там, научные какие-то, но, скажем так, отстрел провели. Чуть дальше в видео будут на этой тему съемки с полигона, а сейчас я вкратце про него расскажу. Итак, пожалуй, единственный минус, выявленный на данный момент, заключается в том, что установочный радиус компенсатора, именно вот в этой зоне, он меньше, чем все тело компенсатора, и из-за этого гнеток, ограничивающий, скажем так, его проворачивание, он практически не цепляет, то есть буквально самым краешком, из-за этого имеется некоторый люфт. Компенсатор, то есть вот дальше он не проворачивается, но он есть. Этот, в принципе, вопрос можно разрулить, у меня уже есть мысли на этот счет, но в любом случае, я уже пообщался с ребятами из лот, они на следующих партиях увеличат радиус вот этой части, и, соответственно, эта проблема уйдет сама по себе. Итак, вот он, собственно, сам компенсатор. Выглядит он достаточно симпатично, интересно сделан, но об этом чуть позже. Как, собственно, он поставляется? Поставляется он в полиэтиленовом пакетике, завернутый в промасленную бумажку. В комплекте идет шестигранничек для выкручивания и закручивания винтов компенсационных, ну, скажем так, которые открывают компенсационные камеры для настройки компенсатора. И паспорт изделия. Так вот он выглядит. Дольный тормоз-компенсатор, ДТК, ПШ-7М, АКМ. Что идет в комплекте? Гарантийные обязательства, инструкция. И что нас больше всего интересует, это габаритные размеры. Как мы знаем, в стандартном классе практической стрельбе компенсатор должен вписываться в радиус, не в радиус, диаметр 26 мм и быть длиной не более 90 мм, для того, чтобы вписаться в стандартный класс. Это важно, поскольку карабины именно ВИПРИ-136 используют в основном, в стандартном классе. Сейчас мы этот момент проверим. У нас здесь есть штанген электронный. Сейчас мы его обнулим. Есть. И посмотрим, что нам покажет. 89,4 мм. Это не 89 мм ровно, но все равно меньше, чем 90 мм, что радует. И диаметр. Посмотрим сейчас вот в этой части. 25,7 мм. На всякий случай где-нибудь выйдет здесь. 25,7 мм. То есть все четко, все влезает в габариты для стандартного класса. С этим ребята постарались. Итак, что из себя представляет сам компенсатор? Здесь 7 камер, в каждой из которых есть внутренняя перегородка. Что очень интересно именно в этом компенсаторе, и почему мне это решение очень нравится. Отверстие внутреннее в каждой перегородке к концу компенсатора сужается. Что, на мой взгляд, абсолютно верно. На 100% при разработке компенсатора. Потому что при прохождении пороховых газов они должны во что-то биться. Если в первом же кольце отверстие будет такое же, как в последнем, до сюда газ практически не дойдет. Ну или по крайней мере дойдет, но не будет в него достаточное количество, чтобы биться по следующей стенке. Здесь все сделано очень четко. То есть в этом изделии достаточно много работы, инженерной мысли. Разрабатывали его достаточно долго, вот в том виде, в котором он есть. Ну, сразу же могу сказать, забегая вперед, что не зря. Здесь есть по периметру, в самом начале компенсатора, скажем так, компенсационные отверстия, закрытые винтами. Поставляются, естественно, все отверстия с закрытыми винтиками. Это я уже их раскрутил, когда настраивал свой. Это нужно для того, чтобы каждый стрелок под свой хват, под свой карабин, под свою стойкую вкладку мог подобрать, скажем так, то отверстие, которое ему стоит открыть, чтобы компенсировать увод или подброс, скажем так, ствола в какую-либо сторону. В моем случае получилось как? Вот это, это верх компенсатора, то есть у меня на 3 часа и на 6 часов. То есть изначально получалось так, что он передавливал, скажем так, вниз. Ну, как только я сделал вот это, потребовалось мне на это где-то магазин патронов, чтобы понять, что это мне нужно именно таким образом, он стал работать вполне достойно. Дальше на видео покажем вариант, когда он был со всеми закрученными винтами, то есть до юстировки и после. Могу сразу сказать, что после того, как я немножко к нему привык, группы из двух выстрелов даблтапом, скажем, на 10 метров, они укладывались в альфу с гарантией. И это очень хороший результат для калибра 7.62х39. Сравнивал я его с единственным компенсатором, который на данный момент у меня есть. Это компенсатор от Range Gear. Я понимаю, что это абсолютно некорректно сравнивать абсолютно разные габариты у изделий. И вообще, скажем так, из разных совершенно миров. То есть вот это самооборонная какая-то такая штука, максимально компактная, а вот это все-таки спортивная. Но так или иначе, поскольку вот этот работает совершенно замечательно, то есть компенсирует изумительно, с ним сравнивать вполне себе было, ну, скажем так, непротивно. Естественно, у Pasha 7 компенсация отдачи намного лучше. Намного. То есть вот от этого конкретно в плечо бьет значительно сильнее. У этого есть плюс в том, что он сразу настроен и как бы сразу же компенсирует нормально. Но если вот с этим поработать, получается совершенно замечательно. То есть в итоге намного получается лучше, чем с Range Gear. Естественно, он больше по габаритам, но для спорта это не принципиально. В габарит по стандартному классу он влезает, ну и слава богу. Что ж, дальше будут видео с наших тестов с полигона. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok